Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. В отношениях с девушкой чуть больше месяца встречались два раза и после второго была бурой эмоций. Со временем эмоции угасли. Недавно мы поссорились и не общались около недели. Я понял, что не могу без неё. Но при общении с ней уже нет тех эмоций, которые были раньше. Почему это могло произойти? Возможно ли из-за того, что мы долго не виделись? Двадцать дней. Присутствует депрессивное состояние. Я заметил за собой, что после курения чувства вновь появляются. Очень не хочу с ней расставаться. Я знакомый уже с её родителями, вызвал у них положительные эмоции. Что могло случиться? Почему так произошло? Ну, во-первых, здесь нужно отметить, что то, что вы описываете, очень сильно похоже на влюблённость. То есть, эмоции. То есть, эмоции. Именно. Вот такое ощущение, да. Что это именно влюблённость в вас. Ну, условно говоря. И сейчас, когда вы поссорились, произошла такая ситуация, что если при влюблённости человек идёт, идеализирует того, в кого он влюбился, то после может деидеализировать человека. То есть, если в начале, ну, если в начале отношений, условно говоря, у меня, ну вот, бабочки в животе, да, были. Если, вот, в начале, так скажем, в начале отношений, у меня была страсть, была влюблённость, ну, достаточно, вот, сильно, напрямую. То теперь, этого может не быть. То есть, как бы, быстро возникло, быстро прошло. С чем это связано? Ну, конечно, эм, в первую очередь, это связано с, эм, эм, тем, из чего состоит влюблённость. То есть, если влюблённость состоит из, эм, к примеру, набора желаний. Если влюблённость состоит из, к примеру, эм, набора потребностей, вот, допустим, ваших, да, вот, вот, то, конечно же, как только вы почувствовали, что девушка не совсем такая, какой вы её себе представляли, такой, какой вы её видели, то, естественно, ну, как бы, вот, эм, у вас возникло сразу, эм, так скажем, отражение, то есть, ну, разочарование, достаточно, вот. Поймите, правильно, что это абсолютно нормально, вот, то, что вы испытываете. Это может быть не очень приятно, вот, но нормально. В последующем может чуть вывернуться, вот, но то, что вы поссорились на столь раннем этапе отношений уже выдаёт некоторую. Ну, я бы сказал, невротичность, невротичность взаимодействия, то есть, что такое невротичность взаимодействия, да, что это такое? Вот, это когда я, условно говоря, за счёт другого человека, пытаюсь решить свои проблемы. Ну, например, то есть, это когда я за счёт, вот, другого человека, пытаюсь, ну, вот, компенсировать свои желания, свои потребности. То есть, то есть, то есть, вы говорите, что я не могу без неё, да, а встречаетесь вы... чуть больше месяца уже говорит о том, что она, вот, как-то, вот, оказалась, ну, достаточно честно, связана с вашими потребностями. Возможно, это и свои какие-то потребности удовлетворить, да, и послужило основой для того, что вы в неё вот настолько влюбились и, может быть, даже поссорились из-за того, опять-таки, что она там, по итогу оказалась вот не такой, да, какой вы себе представляли её, например. Это вот довольно распространённое явление, довольно распространённая история, вот, и рано или поздно все люди так или иначе с этим сталкиваются, с разочарованием, но зависимости от, типа, нервной системы, зависимости от многих факторов, вот, люди по-разному с этим справляются, вот, и, соответственно, если вы поссорились, то необходимо увидеть причину этой ссоры, потому что, если к первой ссоре отнестись, ну, как бы, так скажем, невнимательно, да, вот, если к первой ссоре отнестись невнимательно, то, на мой взгляд, можно, в общем-то, нанести ущерб, ну, отношениям в будущем, потому что будет, ну, будет припоминать, ну, вот, и так далее. Понимаете, да, какая штука? Вот, поэтому относитесь, пожалуйста, к этому серьезно, и попробуйте увидеть свой вклад в конфликты, попробуйте увидеть, что мешает, ну, не так, ну, что мешает, а из-за чего вы можете без нее, что это значит, чего вам не хватает, чего вам не хватает, и какие чувства вы, скажем так, перестали испытывать. То есть, вот, что это за чувства, который вы, ну, скажем так, потеряли, да? Вот, это очень важный момент, на мой взгляд, очень важный аспект, на мой взгляд. Вот, и, соответственно, с этого вам нужно начинать. Ну, по крайней мере, так это видится сейчас на данный момент у меня. Вот, ну, с моей позиции, да, с моей позиции, вот, психолога, с позиции, вот, психотерапевта, с точки зрения моего опыта, который у меня есть, так далее. Дальше идем. Следующий аспект, на который хочется обратить ваше внимание, да? Значит, вы говорите про ее родителей. Ну, как бы, в рамках, значит, которых у вас получилось оставить положительные, ну, положительные впечатления. Вот. Тоже вопрос. Насколько и чем для вас это важно? Поставайтесь, пожалуйста, на этот вопрос ответить. Потому что у меня, например, есть такое подозрение, и оно достаточно сильное это подозрение, что, ну, условно говоря, вот не столько, точнее, не только, вот не не только, а не только, не только. Вам важно девушка, но и вот тема родителей тоже в данном случае вам важна. Вот. Я бы хотел, чтобы вы на этом тоже обратили свое внимание. Вот. Если тема родителей важна, то чем, как, как, почему. Дальше. Значит, вы спрашиваете, что могло случиться, что так произошло. Ну, интересно, что волнует вас только это. А не, например, ваши конфликты, которые, ну, 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 произошли, условно говоря, да. Ну, либо любопытно, что, ну, что беспокоит вас вот эта история только. Вот. То есть как будто бы это самое главное. Вот. Это не самое главное. Самое главное это то, что вы с девушкой встречаете всего ничего, я имею в виду, по времени. А вы уже без нее не можете. Понимаете? Какая штука. Вот я бы обратил внимание на это. Честно говоря. Ну вот. Ну вот. Ваше внимание. Обратил бы на это. На то, что вот. Такой аспект вот присутствует. И, соответственно, постарался бы в данном случае разобраться бы в себе. Потому что, что вот вы, там, условно говоря, хотите для девушки. Да? Ну, просто вот. Что вы хотите для девушки в этой ситуации. Что вы хотите для себя. Да? То, что вот в данный момент вы, например, могли бы делать для девушки. Да? Я уверен, уверен ли вы в том, что не делаете это для себя, к примеру. С этой вот важно дифференцировать. Этот аспект. Важно разграничить. Вот. В противном случае вам будет, ну, довольно тяжело. В противном случае вам будет довольно сложно. Вот. Выстраивать отношения с девушкой с этой или с другой, если вы с ней вдруг расстались. Вот. В данном случае не так важно. Вот. Ну вот. И то, на что вам желательно обращать внимание, на мой взгляд, это... на то общая, что между вами, ну, есть или может быть. Вот. Что есть. Вот. То, что вас могло бы, скажем так, объединить. Вот. То, что вас могло бы, скажем так, сблизить. Вот. Потому что, что сейчас вас сближает, ну, вот, несколько не ясно. Исходя из того, что вы описываете. Я не говорю, что вы делаете что-то плохое ни в коем случае. ни в коем случае. Я говорю только о том, что, вот, ну, как бы, сами отношения, да, вот, вы выстраиваете, ну, вот, по, ам, такому вот принципу, который может, а, ну, в дальнейшем, в дальнейшем, а, так же приводить к конфликтам. Вот. Соответственно, если вы этого не хотите, а вы этого не хотите, потому что, вы обращаетесь, как бы, ну, вот, к нам, в данном случае. Если вы этого не хотите, то нужно, да, эти вещи обращать свое внимание. Вот. Что касается курения. Ам, здесь, я думаю, есть вот, ам, блин, принцип ассоциации, то есть, когда, когда вы, ам, ну, условно говоря, делаете затяжку, да, вот, то в этот момент, ам, у вас срабатывает, вот, то, что, то, что называется телесной памятью, вот, и, соответственно, появляется, ну, чувство, появляются эмоции, появляются, скажем так, некоторые ощущения в данном случае. Ну, нужно понимать, что, в данном случае, они называются, э, больше, моторикой. То есть, это именно, вот, ну, именно моторика, то есть, механические они называются, вот. Но речка, конечно, в данном случае, про образ, который у вас остался в сознании, вот. Что, собственно, вы, ну, что, вы, вы вызываете, собственно говоря, образ, образ чувства в данном случае. Вот, это мой тут момент такой, достаточно деликатный, я бы сказал. Вот. Ну, и опять же, складывается такое впечатление, что для вас это вот прям очень важно, вот, ну, складывается такое впечатление, что для вас вот важно испытывать эти чувства. Вот, а можно еще посмотреть, да, например, этих чувств нет, допустим, да, но есть какие-то другие чувства, вот, ну, к примеру, вот. У вас, вот, какие-то другие чувства, ну, могли появиться, вот, и это тоже очень такой важный аспект. Какие чувства появились, да, вместо тех, что было, вот, то есть, постарайтесь, аом, себе, на этот вопрос ответить. Ну, по возможности, подумать об этом, по крайней мере. Я думаю, что это будет как минимум для вас полезно. На этом все. Собственно говоря, я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Надеюсь, что мой ответ был для вас интересен. Хочется пожелать вам удачи. Хочется пожелать вам всего самого доброго. Хочется пожелать вам успешно разобраться с тем, что вас беспокоит. Буду благодарен вам за обратную связь по моему. Ответ это позволит вам начать работу над собой. Обратно с вас нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Продолжение следует.